И все, привет, ребят, с Мастер Байк, я сюда писал новый ролик, сегодняшний видеоролик уже второй, посвящен нашим обновлениям, не думал, что будет сегодня еще один видос, связанный с обновлениями четверга, но такая информация интересная появляется, что я не мог не записать видос. Если вы ждали этот видеоролик и вам нравятся видосы разговорного формата с анонсами, с обсуждениями, с разбором всей этой движухи, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос, лайк, обязательно подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов штатов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка рыва аккаунта, кустой символичный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, который есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего списка обновлений, то здесь появляется очень интересная информация и обо всем по порядку мы сегодня вместе с вами пройдемся. В первую очередь периодичность отклика с сервера уменьшена с 100 миллисекунд, наверное, до 50 миллисекунд, то есть теперь скорость реакции сервера будет значительно лучше и это будет влиять в лучшую сторону на нос урона и на действие на карте. То есть эта реакция будет давать какие-то дополнительные возможности, если у вас все хорошо с компьютером и все хорошо с интернет-соединением. То есть у вас реакция и реагирование будет происходить значительно интереснее с точки зрения скорости, увеличивает отзывчивость некоторых событий, требующих подтверждения от сервера. Я думаю, что это связано именно с игровой точки зрения, с точки зрения большей зависимости скилла. Возможно, это повлияет в лучшую сторону на именно киберспортивную составляющую. Гранаты добавлены на витрину со скидкой 90% вместо стандартных ключей. После того, как ключи начали продавать по 4000, их перестали там покупать. Соответственно, их уже решили даже заменить. Остальные припасы на витрине теперь тоже продаются со скидкой 90% вместо 95%. Пушка-молот. Угол разброса дроби по вертикали с 5 дробей увеличен до 10. Устройство тяжелый слагерь. Угол разброса дроби по вертикали минус 50%. То есть молот апают и балансят в лучшую сторону. Пушка-гаус. Время наводки перед залпом стало дольше, но при этом перезарядка после залпа стала меньше. Время удержания цели до срыва наведения стало больше. Соответственно, это, ну, наверное, больше ап. Больше ап, нежели нерв данной пушки. Хотя в моем понимании гаусс, ну, за исключением, наверное, гаусса на дальность, все равно на сегодняшний момент времени является слабой пушкой в балансе. Корпус васп и хорек ускорение поворота уменьшили. То есть та резвость, которая была у нас на протяжении недели, становится меньше. Хотя, если честно, хоть это и непривычно, но в моменте выглядело очень и очень интересно. Я даже успел покатать и записать видос с васпом, и мне в целом понравилось все это дело. Но уже это, можно так сказать, нерфится, и ускорение поворота будет значительно меньше. В награды за туториальные миссии для новых игроков добавлены гранаты. Красные уведомления об ошибках в клиенте перенесены в левый верхний угол. Причинам некоторых изменений лучше оставаться загадкой. Список исправлений. Исправлено управление камерой при нажатой кнопке гранаты в мобильной версии. Исправлена ошибка, из-за которой в магазине для новых игроков могли не отображаться специальные предложения. Исправлен размер иконок резистов над танком, на мониторах 2К и на некоторых телефонах. В целом, не сказать, что так прям много каких-то изменений, но с точки зрения изменения баланса есть парочку новостей. Ну и есть вот эта вот ситуация с периодичностью отклика сервера. Если я правильно понял, как это все дело работает, если что, в комментариях меня просто можете поправить, то реакция на действия будет значительно быстрее. И будет меньше ситуаций, когда вы не реализуете свой момент. За счет каких-то внешних факторов, которые, например, раньше и в турнирах встречались довольно часто. То есть сейчас этих моментов будет меньше и у вас будет больше возможностей, так как сервер будет реагировать значительно быстрее. Надеюсь, что я все правильно понял. Именно так это все дело будет работать. Поэтому это точно плюс для нашей игры. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих изменений и обновлений. Возможно, хотели бы увидеть реализацию вооружений каких-то, которые выйдут завтра в обновлении. Если так, то напишите в комментариях. Прочитаем, сделаем контентичек. Но у меня, друзья, на этом все. Поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, как я уже сказал, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.